Жительница дома номер 8 по улице Диспетчерская Клавдио Александровну сразу после новогодних праздников ждал сюрприз. И, к слову сказать, совсем не радостный. В платежке появилась новая статья расходов ОДН. Все бы ничего, да только в доме общего имущества не было самого его строительства. Каждая квартира в одноэтажном доме отгорожена высокими заборами, а после калитки сразу вход в дом, где, к тому же, не проведена вода и нет туалета. Я живу здесь 60 лет, без удобства, ничего не имею, ни душа, ни туалета. И нам еще, да, воды тоже нет. Нам еще начислять стали с января месяца 2017 года ОДН общего имущества, которого у нас вообще не существовало никогда и сейчас, тем более, не существует. Из-за новой платежки квартплата у пенсионерки увеличилась почти на 100 рублей. За разъяснениями Клавдия Александровна обратилась в управляющую компанию. Однако там от комментариев отказались. Там ничего не хотят говорить, отправляют. Нас, особенно нашего брата, старых, вообще не считают уже за людей. Считают, что мы уже того немножко, поэтому не хотят с нами разговаривать. Управляющие компании очень плохо приняли. Установить справедливость помогло обращение в департамент жилищной политики. Выслушав жительницу, сотрудники департамента начали проверку. Справки БТИ подтвердили, что никаких площадей общего пользования в одноэтажном доме не было. В итоге в управляющую компанию было направлено предостережение, по которому они должны сделать перерасчет за январь и февраль. Подобная жалоба далеко не первая. После вступления в силу нового постановления правительства номер 1498, где ОДН из разряда коммунальных услуг перешла в жилищное, в платежках творится полная неразбериха. С января к нам поступило более 110 обращений в настоящий момент. В 19 случаях нарушения выявлены и пресечены путем направления предостережения в адрес управляющих компаний, допустивших данные нарушения при начислении. Что конкретно управляющая компания подразумевала под общедомовым имуществом в доме номер 8 – загадка. Общий здесь только чердак, однако он не обслуживается, да и помещением это назвать трудно. После проверки выяснилось, что есть вопросы и в начислении по содержанию ремонта жилья. В отсутствие проведенного водоснабжения именно в дом, люди используют водоразборную колонку, им начисляется еще и повышающий коэффициент на водоснабжение. В течение 60 дней управляющая компания должна не только сделать перерасчет за первые два месяца года, но и направить жильцам новые, уже без строки ОДН, платежки за март. Если этого не произойдет, то их ждет административное взыскание. Дарья Сударева, Даниил Сурков, Новости Ульяновской Правды.